Дэн Абнетт. Боевые потери. Руку я потерял на саметере. И вот история о том, как это произошло. На тринадцатый день Сагитара, по местному календарю, за трое суток до солнцестояния в средневысотном округе города Урбитан, бродячий проповедник Ласло Момбрилл был обнаружен беспомощно плетущимся без глаз, языка, носа и обеих рук по плоской крыше заброшенного кожевенного завода. Урбитан – это второй по величине город Самитера, пришедший в упадок агрохимической планеты Геликанского субсектора. И нет ничего удивительного в зверских преступлениях и озлобленности, вызываемых разрухой и нищетой его перенаселенных кварталов. Но данный варварский случай выбивался из ряда вон по двум причинам. Во-первых, он не был проявлением ненависти или насилия на почве пьянства, но являл собой хладнокровный акт членовредительства, практически ритуального нанесения увечий. Во-вторых, это было уже четвертое подобное преступление за месяц. Я пребывал на Самитере уже около трех недель, занимаясь по поручению Верховного Инквизитора Роркина расследованием связи между местной торговой федерацией и сепаратистским движением с Гасперуса. На поверку оказалось, что их ничто не связывает. Упадок экономики Урбитана вынуждал федерацию вести дела с нечистыми на руку владельцами кораблей, и весь корень проблем таился на Гасперусе. Но мне показалось, что Верховный Инквизитор просто пытается помочь мне таким образом вернуться к активной работе после продолжительного и сложного дела о некротеке. По имперскому календарю был уже конец 241 М41. Для меня только-только завершился многомесячный период назначенных самому себе восстановительных процедур, медитации и учебу на Троциане Примарис. Глаза демонхозта Чарубаэля по-прежнему иногда будили меня по ночам, а шрамы, причиненные пытками садиста Горгона Лока, остались навсегда. Его струзианский нейронный бич повредил мне нервную систему и парализовал лицо. Так что улыбаться я теперь не смогу до конца жизни. Но боевые раны, полученные на КСХ-12-88 и 56 Изар, исцелились, и мне не терпелось вернуться к работе. Эта простая деятельность на самитере вполне устраивала меня, так что я взялся за дело и покончил с ним после стремительного и эффективного расследования. Но когда я уже собирался отбыть, представители мониториума неожиданно попросили меня об аудиенции. Вместе со своими помощниками я снимал апартаменты в Урбитан Экцельсиор, несколько обветшавшем, но все еще приличном заведении в одном из высотных районов города. Затемненные копотью бронированные круглые окна открывали вид на грязно-серые башни города, позволяя разглядеть даже гадкие воды отравленного залива в 20 километрах от нас. Орнитоптеры и бипланы сновали между массивными городскими строениями, а бегущие огни грузовых лифтеров и трансорбитальных кораблей мерцали в смоги, уплывая по направлению к космодрому. На перешейке, проступая сквозь дымку желтоватого застойного воздуха, прометеумные вышки отрыгивали коричневый дым в вечные сумерки. «Они уже здесь», – произнесла Биквин, входя в гостиную номера из внешнего коридора. «Она была в строгом платье из голубого дамаска и шелковой пашмини, четко придерживаясь моего распоряжения, что мы должны производить спокойное, но могущественное впечатление. Сам я был в костюме из мягкой черной льняной ткани, в жилете серого бархата и доходящем до бедер черном кожаном плаще. «Вам понадобится моя помощь?» – спросил Мидас Бетанкор, мой пилот и товарищ. Я покачал головой. «У меня нет желания здесь задерживаться. Необходимо только проявить вежливость. Отправляйся пока на космодром и подготовь катер к отлету». Он кивнул и удалился. Биквин пригласила посетителей войти. «Я чувствовал, что должен продемонстрировать учтивость, поскольку мне решил нанести визит сам Эскин Гансаарт, министр безопасности Урбитана. Это был массивный мужчина, облаченный в двубортный коричневый китель, и его громоздкое тело странно контрастировало с чистым, почти мальчишечьим лицом. Эскина сопровождала двое телохранителей в серой с армированными вставками униформе и низенькая, коренастая, но привлекательная черноволосая женщина в темно-синем комбинезоне. «Я постарался оказаться в кресле на том месте, когда Биквин приглашала их войти, чтобы иметь возможность неторопливо и уважительно подняться к гостям навстречу. Мне не хотелось, чтобы у них остались сомнения в том, кто здесь главный». «Министр Гансаарт», — сказал я, пожимая ему руку, — «я инквизитор Грегор Эйзенхорн, Орда Ксенос, а это мои помощники, Елизавета Биквин, судебный исполнитель Годвин Фишек и научный сотрудник Убер Эмос. Чем могу вам служить?» «У меня нет никакого желания впустую отнимать ваше время, инквизитор», — ответил министр, явно нервничая в моем присутствии. «Отлично, именно на это я и рассчитывал». До моего сведения довели одно дело, которое, как я понимаю, оказалось вне компетенции городских арбитров. Откровенно говоря, оно отдает влиянием варпа и взывает к вниманию инквизиции. Он был прямолинеен. Это впечатлило меня. Кроме того, он очень старался все сделать правильно. Однако я все еще полагал, что его дело окажется такой же пустышкой, как и разбирательство с торговой федерацией. Обычное преступление локального масштаба, требующее только того, чтобы я кивнул и позволил закрыть дело. Если верить моему опыту, то люди вроде гонсарты часто проявляют чрезмерную осторожность. За последний месяц в городе произошло четыре убийства, которые, на наш взгляд, связаны друг с другом. Мне нужен ваш совет на этот счет. Они объединены признаком ритуальности, насильственных действий. «Покажите мне», — сказал я. «Капитан», — откликнулся министр, — «арбитр-капитан Харли Уорекс оказалась той самой привлекательной женщиной с коротко подстриженными черными волосами. Она шагнула вперед, почтительно поклонилась и протянула мне информационный планшет, украшенный золотым гербом Адептус Арбитрес». «Я подготовила обзорный отчет по собранным фактам», — сказала она. «Я по диагонали просмотрел информационный планшет, заранее приготовившись одарить это дело учтивым кивком, как и намеревался с самого начала, но затем остановился, замедлил прокрутку и вернулся назад. Меня переполнила удивительная смесь восторга и разочарования. Даже беглого взгляда хватило, чтобы понять, это дело незамедлительно требует вмешательства имперской инквизиции. В первый раз за несколько месяцев я почувствовал, как приходят в готовность мои инстинкты, как обостряется жажда деятельности. Попросив об аудиенции, министр Гонсарт вовсе не проявил излишнюю осторожность, и в то же самое время понимание того, что мой отъезд из этого отвратительного города откладывается, не улучшало настроение. Все четыре жертвы были ослеплены, после чего им удалили носы, языки и руки. Подчистую. Проповедник Момбрилл оказался единственным, кого обнаружили живым. Он скончался от ран спустя восемь минут после того, как был доставлен в клинику средневысотного сектора Урбитана. Мне показалось вероятным, что он смог каким-то образом вырваться из рук своих мучителей прежде, чем те успели закончить свою работу. В трех других случаях все происходило иначе. Поль Грейвен, кузнец, Лютер Хэуэлл, изготовитель париков, и Дилана Фаспул, акушерка. Хэуэлла неделей ранее обнаружили городские сервитеры-уборщики, совершавшие рутинную проверку отводных труб в средневысотном округе. Кто-то собирался сжечь его останки и смыть их в древнюю канализацию города, но человеческое тело – штука удивительно прочная. При проведении вскрытия не смогли гарантировать, что утраченные члены не поддались разложению и не были смыты. Однако повреждения предплечных костей убедительно говорили об использовании пилы или цепного клинка. Когда тело и Дилан и Фаспул извлеклись с чердака под крышей одного из многоквартирных зданий средневысотного округа, это пролило больше света на кончину Хэуэлла. Кроме того, что Фаспул была искалечена сходным с проповедником Момбрилом образом, ее мозг, мозговой ствол и сердце были вырезаны. Раны были кошмарными. Один из обнаруживших ее рабочих впоследствии покончил жизнь самоубийством. Ее обескровленное, почти мумифицировавшееся тело, высушенное, прокопченное, если вам угодно, под обогревательными трубами на чердаке, было завернуто в темно-зеленую ткань, сходную с материей, которую используют для постельных скаток в имперской гвардии, и прибито гвоздями к нижней стороне балки при помощи строительного пневматического молота. Сходство этого случая с делом Хэуэлла убедило арбитров, что мозговой ствол и сердце изготовителя париков, скорее всего, также подверглись удалению. До этого времени обнаруженную недостачу данных органов списывали на высокий уровень токсичности содержимого восточных труб. Грейвен, на самом деле оказавшийся первой из обнаруженных жертв, был выловлен в водах залива спасательным судном. До того времени, когда скрупулезная проверка Уорекс не извлекла на свет многочисленные сходства, предполагали, что это был самоубийца, расчлененный винтами проходившего мимо корабля. Из-за специфичности локаций, в которой были обнаружены трупы, установить точное время смерти оказалось практически невозможно, но Уорекс была уверена в приблизительном временном интервале. Грейвена в последний раз видели 13-го аквиария за три дня до того, как было выловлено его тело. Хэуал доставил законченный парик покупателю из высотного округа 24-го числа и поужинал в тот же вечер с друзьями в сосисочной средневысотного округа. Фаспелл не отчиталась о проделанной работе пятого сагитара, хотя в предшествующую ночь, если верить ее друзьям, она выглядела счастливой и была готова к следующей смене. «Поначалу я решила, что в средневысотном округе объявился серийный убийца», – сказала Уорекс, «но характер нанесения увечий обладает исключительными чертами». Это не дело рук маньяка или психопата, просто издевающегося над телами после смерти. Это особенный ритуал, имеющий определенную цель. «И что вас заставило прийти к такому заключению?» – спросил Фишек. Годвин был именитым арбитром со спеси и обладал значительным опытом в расследовании убийств. «Если быть точным, то именно четкое знание им процедуры дознания и ставший привычкой модус операнди убедили меня принять Годвина в свою команду. Именно это, а также яростная мощь, проявляемая им в бою». Уорекс бросила на него косой взгляд, словно задаваясь вопросом, не собирается ли тот усомниться в ее профессионализме. «Характер расчленения. То, как избавлялись от останков. Она посмотрела на меня. Инквизитор. Если судить по накопленному мной опыту, серийный убийца втайне желает, чтобы его нашли. И уж, конечно, хочет обрести известность. Он будет выставлять на показ свои жертвы, провозглашая свою власть над социумом. Он восторгается наводимым им ужасом. Но кто-то очень старался спрятать эти тела. Это позволяет предположить, что убийца был более заинтересован в самих смертях, чем в реакции общества». «Хорошо подмечено, капитан», – сказал я. «Мой опыт также подтверждает это. Ритуальные убийства, как правило, пытаются скрыть, чтобы культ смог продолжать свою деятельность, не страшась разоблачения». «Предполагаю, что существуют жертвы, о которых пока неизвестно», – неожиданно произнесла Биквин. «И теперь, спустя годы, вспоминая об этом ее пророчестве, я чувствую, как у меня все холодеет внутри». «Ритуальные убийства?» – сказал министр. «Я боялся этого, потому и довел до вашего сведения. Но вы и в самом деле думаете…» «На Альфексе варп-культ отрезал своим жертвам языки и руки, поскольку они представляют собой органы общения», – заговорил Эмос. «На Бритарии извлекали мозг, поскольку таким образом культисты пытались поглотить духовную субстанцию своей жертвы, можно сказать, аниму. В ряде других миров изымались глаза – Гуинглас, Пентари, Гасперус, Мессина. Видите ли, глаза – окна души. Известно, что еретики святого Скарифа лишали своих жертв рук, а затем заставляли писать предсмертное покаяние перьями, воткнутыми в обрубки. «Достаточно информации, Эмос», – сказал я. Министр уже побледнел. «Совершенно очевидно, что убийства культовые», – произнес я. «В вашем городе разгуливает на свободе вредоносная секта хаоса, и я собираюсь вывести ее на чистую воду». Я немедленно отправился в средневысотный округ. Грейвен, Хэуэлл и Фаспл были жителями именно этой части Урбитана. Да и Мамбрила, хоть он и был гостем в метрополии, обнаружили в этом же округе. Эмос поехал к архивному шпилю мониториума в высотном округе, чтобы проверить местные записи. Особенно меня интересовали истории активности культов на Самитере и текущая обстановка. Фишек, Биквин и Ворекс отправились со мной. Гениус Локи может многое рассказать о совершенных преступлениях. До сих пор дела на Самитере приводили меня только в самые чистые и высокие районы высотного округа Урбитана, поднимающиеся над завесой смога. Средневысотный уровень представлял собой унылую территорию нищеты и упадка. Все вокруг покрывало тягучая смола атмосферных загрязнений. Беспрестанно лил кислотный дождь. По плохо освещенным улицам из конца в конец тащились колонны примитивных машин. И казалось, что сам камень зданий поражен гниением. Дымная мгла средневысотного округа имела огненный красноватый оттенок, благодаря зареву, полыхающему над гигантскими заводами газовой переработки. Это напоминало мне картины, изображающие адское пекло. Мы шли из бронированного спидера Уорекс на углу улиц Парикмахеров и Пятидесятницы. Капитан надела шлем арбитра и стеганный армейский плащ. Мне очень хотелось иметь при себе шляпу или кислородную маску. Дождь вонял мочой. Примерно раз в тридцать секунд мимо нас по подвесной железной дороге, сотрясая землю, проносился экспресс. «Сюда!» – выкрикнула Уорекс и повела нас через двери, ведущие в гулки коридор многоквартирного дома. Все вокруг покрывал слой вековой грязи. Отопление работало на всю катушку, целью чего, возможно, была борьба с постоянной сыростью. Но результатом стали влажная духота и запах псины. Здесь и нашла свое последнее пристанище и дела на Фаспул. Ее обнаружили под крышей. «Где она жила?» – спросил Фишек. «Через две улицы отсюда. Она занимала комнату в одном из старых жилых массивов». Ахэуалл жил в доме примерно в километре западнее, а останки его обнаружили в пяти кварталах к востоку. Я заглянул в информационный планшет. Завод, где нашли Мамбрила, располагался менее чем в 30 минутах ходьбы, а до дома Грэвена можно было добраться, немного проехавшись на трамвае. Из географического фокуса выбивалось только тело Грэвена, выброшенное в залив. «Я тоже заметила, что все они жили неподалеку друг от друга», улыбнулась Уорекс. «Не сомневаюсь, тем не менее неподалеку действительно подходящее слово. Не просто в регионе или округе. На рядом расположенных улицах их можно назвать соседями. «Есть идеи?» спросила Биквин. «Убийца или убийцы тоже должны быть местными», сказал Фишек. «Или же кто-то из другого района настолько ненавидел местных обитателей, что приходил сюда убивать», произнесла Уорекс. «Словно в охотничьи угодья», подметил Годвин. Я кивнул. Обе догадки могли оказаться верными. «Осмотримся вокруг», сказал я Фишеку и Биквин. Я ожидал реакции Уорекс, офицеры которой уже прочесали все здание. Но она ничего не сказала. Наша экспертная проверка могла дать что-нибудь новое. В конце коридора я обнаружил небольшое помещение. В нем без сомнения располагался офис управляющего. К фанерной стене были пришпилены бумажные свитки, арендные описи, списки нарядов по обслуживанию оборудования, записки с жалобами жителей. Здесь же стоял ящик с утерянными вещами, помещенный в контейнер с маслом, частично разобранный мини-сервитор и пахло дешевой выпивкой. Выцветшая лента и бумажная розетка из имперской часовни были приколоты над дверью гвардейским значком, отмечающим полковой ранг обладателя. Что вы здесь делаете? Я оглянулся. Управляющий оказался мужчиной средних лет, одетым в грязный рабочий комбинезон. Я поискал отличительные особенности. Они всегда меня интересуют. Золотой перстень с печаткой в виде птички-каменки. Ряд постоянных металлических скобок, стягивающих шрам на его голове, где никогда снова не вырастут волосы. Преждевременная и сохшая кожа. Настороженный взгляд. Когда я представился, он не был слишком впечатлен. На мой вопрос о том, кто он такой, мужчина ответил только одно. Управляющий, что вы здесь делаете? Я осторожно применил волю. Псионический дар часто закрывает столько же дверей, сколько и открывает. Но в этом человеке было что-то особенное. Он нуждался в этой встряске. «Как вас зовут?» спросил я, запуская ментальный щуп. Управляющий отшатнулся, и его зрачки изумленно расширились. «Кватер Трэвис», пробубнил он. «Вы были знакомы с акушеркой Фаспл?» «Иногда встречал». «Разговаривали?» Трэвис покачал головой. Он, не отрываясь, продолжал смотреть мне прямо в глаза. «У нее были друзья?» Управляющий пожал плечами. «А что насчет посторонних?» «Никто не болтался по дому?» Он прищурил глаза. Печальный, насмешливый взгляд, говорящий о том, что я, должно быть, не видел эти улицы. «У кого есть доступ к чердачным помещениям, где было обнаружено тело?» Туда никто не поднимался с тех пор, как было построено здание. А потом отопительная система полетела, и подрядчикам пришлось проламывать крышу, чтобы туда попасть. Тогда тело и нашли. «А люка нет?» «Там шлюзовой ставень. Он заперт, и ни у кого нет ключей. Проще проломить гипсовую стену». Мы спрятались от дождя под подвесной железной дорогой. «То же самое Трэвис рассказал и мне», подтвердила Уорекс. «До тех пор, пока подрядчики не поднялись на крышу, там годами никто не бывал». «Кто-то побывал. Кто-то, у кого оказались ключи от ставня. Убийца». Сточные трубы, где нашли Хэуэлла, располагались позади ряда коммерческих строений, облепивших древнюю поверхность инструментального цеха. Здесь же располагалось нечто вроде бара, здания размером в два этажа, где неоновая вывеска мерцала между аквилой и геральдической лилией. Фишек и Уорекс продолжили подниматься на следующий подвесной уровень, чтобы полюбоваться там на грязные окна домов. Мы с Биквин зашли в бар. Освещение внутри было тусклым. На верхнем этаже, на вращающихся стульях, сидели четверо или пятеро выпивох, которые не обратили на нас никакого внимания. В воздухе витал аромат обскуры. За стойкой бара стояла женщина, которая сердито повернулась к нам в тот же момент, как мы вошли. Она разменяла пятый десяток и обладала мощным, почти мужским телосложением. Рукава ее рубашки были обрезаны по плечи, позволяя увидеть руки, которые были не менее мускулистыми, чем у Фишега. На бицепсе виднелась небольшая татуировка в виде черепа с перекрещенными костями. Кожа ее лица была иссохшей и грубой. «Что вам надо?» спросила она, протирая стойку стеклотканью. При этом я увидел, что ее правую руку, начиная от локтя, заменял протез. «Информация», сказал я. Она резким движением бросила тряпку за ряд бутылок, стоявших на полке за ее спиной. «Это не ко мне. Вы знакомы с человеком по имени Хэуал?» «Нет. Этого человека нашли в канализационных трубах за этими зданиями. Ого! А я и не знала, что у него было имя!» Теперь, оказавшись к ней ближе, я смог разглядеть, что татуировка на ее руке изображает не череп и кости. Это была каменка. «У всех нас есть имена. Кстати, как зовут вас?» «Оминлюнд». «Вы живете здесь?» «Живу?» Слишком сильное слово. Она отвернулась, чтобы вновь наполнить стакан одного из выпивок. «Жуткая стерва!» произнесла Биквин, когда мы вышли наружу. «Здесь все ведут себя так, словно им есть что скрывать. Здесь у всякого найдется, что скрывать, хотя бы ненависть к этому городу». «Удача отвернулась от Урбитана, да и от всего Самитера, уже много лет назад. Промышленные ульи Троциана Примарис задавили производство Самитера, и прибыль с экспорта резко сократилась. Стараясь не выбыть из конкурентной борьбы, местные власти, чтобы увеличить производство, сняли с химического завода ограничения по выбросу загрязнений в атмосферу. В течение нескольких сотен лет Урбитан имел проблемы со смогом и отравляющими воздух веществами, но в последние несколько десятилетий эти проблемы уже никого не волновали. Загудел Вокс, меня вызывал Эмос. Что удалось найти? Это очень странно. Самитер оставался чист от скверны довольно приличное время. Последний раз Инквизиция проводила здесь расследование 31 стандартный год назад. Да и то не в Урбитании, а в Аквитании, столице, искали незарегистрированного псайкера. Конечно, преступность на планете широко распространена, в особенности, если говорить о торговле наркотиками и уличных драках. Но ничего, что на самом деле можно было бы назвать ересью. Нет ничего, что напоминало бы ритуальные убийства в нашем случае? Ничего, хотя я проверил архивы за два столетия. Что насчет значений дат? 13-е сагитара это почти канун солнцестояния, но я не могу проследить какую-либо связь. День зачистки ульев сарпетала, как правило, знаменуется усилением деятельности культа в субсекторе, но до него еще 6 недель. Единственное, что могу сказать, так это то, что пятого сагитара было 21-е годовщина битвы за высоты Кладеша. Не припоминаю такой. Шестое из семи полномасштабных сражений за время 16-ти месячной имперской кампании на Сюриалис-6. Сюриалис, это же в целом субсекторе отсюда. Эмос, какой день не возьми, он окажется годовщиной какой-нибудь имперской операции. «Какая связь?» Девятый сомитерский полк сражался на Сюриалисе. Фишек и Уорекс наконец перестали шнырять по верхним уровням и присоединились к нам. Капитан разговаривала по Воксу. Она выключила его и посмотрела на меня. По ее щитку струились капли дождя. «Нашли еще одного, инквизитор», сказала она. Это был не один, а трое, и их обнаружение серьезно расширило зону поисков. Муниципальные рабочие должны были снести старое складское здание, серьезно поврежденное пожаром два месяца назад, чтобы использовать освободившееся пространство под строительство дешевого блочного жилья. Тела обнаружили за изоляционным слоем разрушающейся секции, которую не затронул огонь. Женщина и двое мужчин были изувечены так же, как и все остальные жертвы, но эти трупы пролежали значительно дольше. Чтобы понять это, мне хватило одного взгляда. Пригибаясь, я стал пробираться среди обломков склада. Сквозь дыры в крыше лил дождь, похожий на снег в холодном голубом свете прожекторов арбитров. Повсюду стояли офицеры, но ни один из них не стал прикасаться к находке. Мумифицировавшиеся и скорчившиеся в позе эмбриона сухие останки долгое время пролежали за стеной. «Что это?» спросил я. Фишек наклонился вперед, чтобы рассмотреть. Клейкая лента, их обмотали, чтобы не разваливались. Старая, верхний слой уже прогнил. На ней есть какой-то узор из серебряных частичек. «Думаю, что это армейский вариант, знаешь, такой, с серебристым покрытием. Оно со временем осыпается». «Эти тела были спрятаны в разное время», сказал я. «Мне тоже так показалось», ответил Фишек. Отчеты эксперта-медика пришлось прождать 6 часов, но он подтвердил наши догадки. Все три тела пролежали за стеной не менее 8 лет, хотя для каждого этот срок был разным. Особенности разложения показывали, что один из мужчин пробыл там порядка 12 лет, а двое других попали туда позднее. Идентифицировать трупы пока не удавалось. «В последний раз склад использовался 6 лет назад», пояснила мне Уорекс. «Мне нужен список людей, работавших здесь до того, как здание вышло из эксплуатации». Кто-то в течение нескольких лет использовал одно и то же место и моток клейкой ленты, чтобы прятать тела. Заброшенный завод по обработке кожи, где нашли беднягу Мамбрила, стоял на пересечении улицы Ксеркса и ряда трущобных многоэтажных домов, известных как Громада, здесь все еще стояла постоянная вонь щелока и караскутума, использующихся при дублении. Никакие кислотные дожди не могли вымыть этот запах. Нормального выхода на крышу не было. Мы с Фишегом и Биквин забрались туда по металлической пожарной лестнице. Продолжение следует...